Привет, привет! С вами Виктория. Я спрашивала и вы сказали, что вам было бы интересно видеть на моем канале видео про материнство, про ребеночка. Поэтому я решила открыть такую рубрику. И сегодня мы поговорим об уходовой косметике для самых маленьких. Еще когда я собирала сумку в роддом, передо мной встал такой вопрос. Там в списке было жидкое детское мыло. И когда я начала ходить по магазинам, то просто взялась за голову и не знала, что мне делать. Составы на этих средствах просто ужасные. Джонсонс Бэйби отпал сразу. Я не знаю, кто может покупать его вообще для детей. Извините, если кто-то пользуется, но это лично мое мнение. Поэтому я вспомнила, что на сайте косметики Вайт Мандарин есть детская линия. Я сама пользуюсь этой косметикой. Уверена в том, что она натуральна. И решила поэтому заказать. Там было всего лишь три средства для детей. Я сразу же их заказала. Все три. Думаю, я еще тогда не знала, что мне будет надо, что не надо. И походу будет видно. Но решила, что не помешает. Вот этот шампунь я хотела использовать вместо жидкого мыла. Я его и брала с собой в роддом. Но когда уже начала купать ребеночка дома, то мне не понравилось. Мне понравилось это средство тем, что оно сильно пенится. И нужно очень долго смывать обильно с тела. Потому что оно как бы остается, как мне казалось, на коже. Состав здесь отличный. Нет никаких отдушек. В составе молочко Апсет, Сарк Череды, Сарк Ромашки. Думаю, позже он обязательно мне пригодится. Молочко для тела, как вы видите, уже даже закончилось. Это очень хорошее средство. Масло в лепихе, масло сладкого миндаля, масло ши. Оно такой средней консистенции, средний плод. Здесь был дозатор, но очень плохо выдавливался продукт отсюда. Поэтому я убрала его и баночку держала либо вверх дном, либо просто ложила. И тогда легче было доставать. Уже закончился. Обязательно повторю эту покупку. Пользовалась как на попку, мазала, так на какие-то другие места, на складочки. И отлично. Никаких проблем вообще с подмечкой, с высыпаниями, покраснениями у меня не было. Я, правда, еще и памперсами не пользуюсь только на ночь и на улицу. Я знаю очень много противоречивых мнений насчет этого. И большинство не поддерживает такой тип ухода. Но я придерживаюсь именно такого мнения. Если вам интересно, я могу снять видео и более детально рассказать, как я с этим справляюсь. Как у меня это получается, если кому вдруг интересно. Это я немного отошла от темы. Но еще уже просто закончу с этой фирмой Вайк Мандарин. Еще защитный крем от непогоды. Тоже хорошее средство, но он оставляет такую небольшую пленочку. Я тоже иногда на попку его намазывала. Иногда перед улицей, когда погода действительно очень плохая. Мы просто каждый день ходим гулять. Независимо от того, дождь, солнце, ветер, ураган и так далее. И когда я реально вижу, что погода не очень, то на щечки так немножечко наношу и все прекрасно. Никаких тоже высыпаний или реакций у ребенка нет. Все эти средства без запаха, что мне очень нравится. Потому что я вообще не понимаю, как в детской косметике, как она может пахнуть настолько химически. Это я уже подхожу. Вот такой пробничек масла от ХИП у меня был после ванночки. Я смазываю полностью тело малыша маслом. Но это масло я не рискнула использовать для своего маленького. Я просто пошла в продуктовый магазин, купила масло кукурузное, пищевое. Простерилизовала его и наносила первых 3 месяца. Все было просто отлично. Оно прекрасно питает, увлажняет кожу, ухаживает за ней. А с 3 месяцев на данный момент я пользуюсь кокосовым маслом. Обычное пищевое, нерафинированное, экстра-верджин. Небольшое количество вынимаю до того, как оно мне надо будет. Растапливаю и тоже наношу. На тело отлично работает. Когда уже спустя 3 месяца я увидела, что с кожей моего ребенка все отлично, все в порядке, все идеально, я решила немножко попробовать и другие средства, тоже с хорошими составами, с хорошими отзывами. И купила масло для ванны, оно считается. Можно добавлять в ванночку, а можно носить на тело после ванны, тоже не надо смывать. Это от фирмы Чика итальянская, это Бюкхен, Германия. Оба этих масла имеют ярко выраженный запах таких косметических средств, крема. Эти, мне эти масла не очень нравятся. Не уверена, что буду ими пользоваться с удовольствием, но все же попробую. Возможно, они будут прекрасно влиять на кожу, я не спорю. Здесь и витамины, и тоже масла натуральные в составе. Но я не понимаю, зачем добавлять вот эти артиментизаторы. Ну, хоть убейте меня, не понимаю. Увижу, не знаю, не уверена, буду ли пользоваться или нет. Попробовала только один раз, вот, Чиковский. Но запах есть, я не знаю. Может, когда-то как подрастет или для себя буду использовать. Еще пока не уверена. А вот такой еще у меня есть в обиходе кремчик под подгузники от фирмы Nustella. Французского производства, очень известная фирма. И не из дешевых. Вот этот крем реально могу похвалить. Под подгузники то, что надо. Его надо вообще такую маленькую капельку, вообще чуть-чуточку. Прекрасно распределяется. И это, я бы сказала, крем и присыпка два в одном. Очень классное средство. Могу рекомендовать. Тем более, если есть какие-то проблемы в виде подгузники и высыпаний. Я уверена, что он прекрасно будет справляться с этим заданием. Крем от Бютхен. Очень похож по консистенции. Но единственный запах Nustella мне больше нравится. Он не имеет каких-то химических страшных таких отдушек. А только какой-то пудровый запах порошка какого-то. Мне кажется, цинт здесь есть в составе. Этот имеет более резкий запах, но не критический. Тоже, я думаю, можно пользоваться. Я еще вот этим не пользовалась. Просто заказала пробничек тоже на пробу. А этим не пользовалась. И, как уже сказала, мне нравится. Что касается мыла, я, наверное, не сказала. Я сказала, что мне не понравился этот шампунь. Но все же раз в неделю я мою ребенка с мылом. И для этого я выбрала обычное брусковое мыло, где минимум ингредиентом в составе и ароматизатором, опять же. У меня там заканчивается. Я тоже чиковское заказала, купила. Хочу еще разводить вот такие салфеточки от Хабис. Салфетки это тоже элемент ухода. Эти салфетки мне нравятся тем, опять же, что нет запахов практически никакого. И они такие... Размер хороший, плотненькие. И они оптимально пропитаны влагой. И не слишком много. Как раз в пору. Ими можно и попку протереть, и ручки малышу на улицу. Я с собой такие беру. Отличные салфеточки. Могу рекомендовать. Вот такими средствами я пользуюсь. Наверное, подведу быстренько итог. И выделю 5 косметических средств. Которые, по моему мнению, необходимы. И наиболее подходящие для нежной, чувствительной кожи наших маленьких деток. Первое, для очищения. Это обычное брусковое мыло. Маселка для смазывания всего тела. Или складочек, как кто желает. Я рекомендую обычное, нерафинированное растительное масло. Я для себя выбрала, например, кукурузное, как уже говорила, и кокосовое. Вы можете какие-то другие масла посмотреть. Но обязательно их надо перед использованием. Простерилизовать, чтобы убить лишние бактерии, микробы. Третье, крем под подвозники от Мюстелла. Рекомендую. Молочко для тела твоим мандарин. Для самых маленьких это вообще то, что надо. И хочу тоже посоветовать, если вы вдруг родился ребенок у кого-то и знакомых. Я считаю, это будет вообще отличным подарком. Что-то из таких средств, которые я сейчас называю этой пятерки. И пятое, это салфетки Хаггис влажные. Если у вас возникли еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Спрашивайте все, что вас интересует. А также делитесь своим опытом. Пишите, чем вы пользуетесь. Мне будет очень интересно пообщаться. Здоровья вам и вашим детям. Всего наилучшего. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!